Более 230 иностранцев оказались в Магадане из-за неисправности самолета. Летевший в США самолет Air India экстренно сел в Магадане из-за проблем с двигателем. Пилот сказал, что это был первый раз, когда пассажиры не аплодировали при посадке. Когда самолет приземлялся, то колеса угодили в огромных размеров яму. В салоне все начали кричать, и подумали, что им конец. Хорошо, что шасси все-таки выдержали удар, но понадобится осмотр на наличие повреждений. Пилоты были удивлены не менее пассажиров. Они сказали, что думали, что такого не бывает, и о ямах их не предупредили. Взлетно-посадочная полоса буквально полностью усеяна разного размера ямами и выбоинами. Местные пилоты уже привыкли, а для иностранцев это дикая дичь. Как оказалось, поломка серьезная, не пассажирам придется провести один или несколько дней в российской школе, куда их заселили. Им строго запретили покидать расположение, а воспользоваться кредитками люди не могут, потому что санкция. В своих сообщениях близким они пишут, что попали в ад на земле. Другие говорят, что эта дыра напоминает гулаг, и что такую дичь они видят впервые. Всех разместили в школьном спортзале, потому что гостиниц не нашлось. Граждане США, Индии и Канады сказали, что посадка была сложной, и сильно трясло. Все дело в огромных ямах на взлетно-посадочной полосе. Губернатор региона пообещал, что ямы на взлетно-посадочной полосе скоро отремонтируют. И что в городе якобы построить четырехзвездочную гостиницу. Но скорее всего, это все лопушня для приезжих, типа если надо будет, бабки есть построим. На самом деле там гулаг. В общем, за время, проведенное в Магадане, большинству из этих несчастных, придется долгое время посещать психолога. А по ночам они часто будут просыпаться в холодном поту после кошмаров, что они опять садятся в Магадане. Чем кормят людей тоже неизвестно, наверное, школьное меню. Обычно оно состоит из пары ложек перловки, дохлой соевой котлеты, и стакана киселя. Все строго дозировано, на 3 рубля 50 копеек. Пока что неизвестно, все ли пассажиры доживут в таких условиях до запасного рейса. Одна женщина сказала, что ощущает себя как будто попала в сериал Lost, где нужно выживать от серии к серии. Охотно им верим и сочувствуем. Но зато, они еще долго будут вспоминать этот ужас, и рассказывать своим внукам, как они были в ГУЛАГе, и что им пришлось пережить. Не исключаю, что в следующий раз пассажиры будут просить пилота направить самолет в скалу, но ни за что не приземляться в России. Этот прилет не туда, показал иностранцам настоящую Россию изнутри, что она из себя представляет. Буржуазные жители из Индии, США, и Канады, получили возможность попробовать на вкус русский мир. Теперь они поняли, что это нечто коричневое и с плохим запахом. Жалко не показали туалеты, которые по российской традиции, расположены на улице. В них пассажиров водят по несколько человек, с охраной, как на зоне. Так что всем пассажирам этого злополучного рейса, я желаю побыстрее покинуть эту черную дыру, и оказаться в цивилизации. Жители Индии на себе ощутили, что оказывается ад на земле существует, и он вполне себе материальный. Пускай благодарят за то, что их не выпускали из ГУЛАГа, то есть из школы, так как впечатления бы были куда хуже. Вот как летел самолет и отчетливо видно, что пилоты до последнего не хотели садиться в России. Но жизни пассажиров важнее, поэтому было принято такое решение. Впредь советую авиакомпании Air India отказаться от полетов над территорией России. Этот зоопарк под названием РФ нужно наблюдать только издалека.